всем привет мы на карантине стали очень часто ну почти каждый день рисовать красками с эмой и нам подвернулся такой марафон или это сказать бесплатная акция что ли одна девушка в инстаграм для детей предлагает рисовать довольно легкие ну или по возрасту рисунки и как она это делает с ускоренной съемкой есть небольшие ролики вот девушку зовут алиса арт д и но это все на русском языке инстаграм у нее тоже на русском языке и к нам присоединилось уже много деток и каждый день мы обмениваемся в группе ватсап тем как мы что нарисовали поддерживаем друг друга хвалят друг друга очень интересно эмма тебе интересно так рисовать как это называется мид анляйтунг по по схеме что ли рисовать или как в общем сегодня мы хотим нарисовать вот такого няшного кита мы посмотрели уже видео как это делается очень интересно да это окошко факетка ничего страшного сначала нужно было намочить водой нанести легкую краску посыпать солью потом закрыть пищевой пленкой и дать подсохнуть чуть-чуть сейчас посмотрим какой получится эффект должно получиться красивая море нет это ты симпатично получилось сейчас покажу поближе и у м м м м вот такое море получилось сейчас будем рисовать фито пау 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 reactions гэвббас с кльпу пау па хочу вам показать несколько рисуночек в которые мы сделали по этой акции вот одно сердечко такое сделала хочет отправить по почте подвигали тут было задание сердечко нарисовать а потом из него боже коровку или куринечку а вот эмо цветочки рисовала и честно говоря я тоже иногда в охотку сижу с ней рисую кое-что и показываю как надо делать хотя там в принципе все ясно какой классный попугай у нее получился она говорит это baby попугай мороженое мороженое все дети с удовольствием рисуют это ананас но это я рисовала а вот какой ананас у эмочки получается а потом она что-то так разошлась что решила нарисовать северное сияние вот мы про деда мороза читали там про северное сияние было вот это какой-то бург какой-то замок а над ним северное сияние красота кстати она делает по два задания в день ну примерно плюс-минус одно полегче для малышей одно потруднее чтоб всем интересно было деткам постарше и мамам очень многие мамы увлеклись у нас на обед картошка в мундирах она такая маленькая называется фрюлинг с картофелем еще рыбные палочки и очень свежий вкусный салат полезный что ты возмущаешься кушай на два сорта фиштепхен какие вкуснее окей здорово ты попробовала фиштепхен рыбные палочки да ты попробовала ну компьютер там покоя не дает теперь мы все закончили и вот что у нас получилось давай давай пой в микрофон спой давай из мультика споем вместе хорошо что эмма не видит грязным ротиком да слюньки намазывать сейчас пойдем протирать а вот такое вот платье летнее мы эммочки купили она сейчас его примерила она немножко мятая с утра что-то проснулись и давай примерять все наш заказ повернись спинкой покажи карманы классный сарафан очень трикотажный очень прикольный на ощупь вот эммочка будет летом модничать что ты хотела сказать про него я не могу так хорошо на русском говорить говори как можешь в начале оно еще плохо пахло я думаю вы это можете встать да я перевела сказала а теперь уже нет ну новым пахнет так чуть-чуть попахивает новым мы конечно сейчас стирку все это бросим сегодня я для своей семьи готовлю грибной супчик по новому рецепту когда я рассказываю что-то очень вкусное вы всегда хотите рецепт логично я бы тоже хотела и поэтому расскажу вам как его готовить очень легко и просто нам понадобятся грибы у меня шампиньоны вообще количество продуктов это конечно зависит от того на сколько человек вы хотите сколько супа сделать от того жидкий вы или густой любите ну в общем короче все примерно на нашу семью два взрослых ребенка у меня вот столько грибочков среднего размера луковица 2 морковки наверно много будет я наверно полтора сделаю морковки 3 картошеньки понадобится нам сметана у меня шмант довольно жирная можно сливки тоже использовать под конец сейчас я все продукты нарезаю мелко грибы не очень мелко но общем кубиками и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 хорошо но глаза мне не сильно сушили скажем так толку нет все на этом все кончилось и за вот эту подборку там надо платить 20 евро но ты можешь подбирать и пробовать разные линзы примерно 5 штук они дают на пробу это были каждодневные линзы каждый день новые берешь до бесконечности вот это вот искать и пробовать вот я двое разных попробовала в итоге я так расстроилась что уже апрель но это был еще март и до сих пор не подобрали линзы ужас какой-то решила рискнуть залезть в интернет повыбирать себе сама линзы и сделала это но я конечно очень сильно изучила этот вопрос и про проанализировала почему мне те не подошли эти не подошли я так поняла что у первых линз в составе было очень мало воды что-то там чуть больше 30 процентов у вторых линз было наоборот очень очень много воды чуть ли не 80 процентов что такое и в общем я выбирала выбирала линзы и выбрала среднее количество воды это 53 процента что ли плюс еще мне искривление роговицы мне вот эти мои все показатели нужны были как что куда пришли мне линзочки постояли они пару дней потому что если нам посылка приходит мы все равно осторожничаем оставляем не открываем посылку не трогаем ее общение не прикасаемся она стоит день-два на всякий случай вдруг какие-нибудь вирусы береженого бог бережет наверное это глупо я не знаю но мы так делаем и вот теперь я попробовала их ношу с удовольствием я их вообще не ощущаю как надо они мне не слушать ничего могу носить очень очень долго первый раз аж вечером надо было косметику идти смывать даже жалко было их снимать ну короче вообще я счастлива и рискнула я очень сильно потому что на два глаза вот эти линзы которые я подобрала на два глаза они пачка я не помню сколько 30 штук наверное больше 60 евро мне стоило вот если по ним не не подошли вот было бы обидно но ура кто не рискует не пьет шампанского а